Это GOMA токен, причем не просто GOMA токен, это еще и монета, которая вдохновлена успехом Siba Inu или Shiba Inu, как его называют еще по-разному, которая сейчас очень сильно взлетела и торгуется даже на финансе. Посмотрим, какие результаты будут у GOMA Siba Inu. Вот, кстати, логотип данной монеты. И, соответственно, возможно, она тоже станет очень перспективной и принесет нам большой профит. Итак, GOMA в переводе с японского означает кунжут. Вот, соответственно, это самая редкая порода Siba Inu. Именно поэтому они и так и назвали данный проект. И, естественно, что поэтому у них еще и дефляционная модель токена. Что же такое гипердефляция? То есть важно понимать, что сообщества и владельцы имеют значение. И поэтому, чтобы делиться и богатством, и счастьем, они создают как раз-таки данную гиперинфляцию. И поэтому важно понимать, что при каждой покупке на Pancake Swap происходит сжигание монет, что уменьшает общее число монет и приводит к дефициту, что я вам уже и говорил. Именно благодаря такой гиперинфляции, соответственно, вы получаете в дальнейшем профит, поскольку монет становится все меньше и меньше с каждой транзакцией. Также важно понимать, что, в принципе, Siba Inu самая маленькая из японских пород швитцев и родственница Акиты. То есть это собака-компаньон и сторожевый пес. И она когда-то была выведена японцами для охоты на кабана в густых высокогорных лесах. Ну а, соответственно, Goma Siba Inu еще более редкая порода. То, что я вам и говорил, почему данный проект так и называется. Также, что еще важно, они сожгли уже 50% от общего числа монет. И при этом получается, что рост будет, говорится, немедленный. То есть, понятное дело, еще раз повторюсь, что чем меньше монет или чем больше монет уничтожено, тем, естественно, больше, соответственно, будет цена на каждую оставшуюся монету. И также они будут сжигать то, что я вам ранее говорил, 2% на каждой сделке. Причем как на покупке, так и на продаже. То есть это не имеет большого значения. Вот. Также, что важно. Важно, что у данного проекта есть дорожная карта, естественно. Но это очевидно. У них есть свои планы. Вот. Так что хочу сказать. Сейчас они проводят Bounty, AirDrop, развивают социальные сети, привлекают новых инвесторов. Далее будут листья на PaulCoin, на PancakeSwap, размещение на CoinGecko, ну и публичная предпродажа. Это в следующем месяце будет в июле, в августе же будет еще маркетинг продолжаться. Вот. И, соответственно, листинг уже будет на CX. Это централизованные биржи типа Binance. Ну, возможно, Binance сразу, конечно же, не появится. Но какие-то более мелкие биржи тоже здесь вполне могут у них быть в августе 2021 года. И ознакомиться с последними новостями по данному проекту. То есть тоже это, конечно же, очень важно. Ну что ж, на этом буду завершать данный обзор. Надеюсь, что вам он понравился. Всем спасибо за внимание и до встречи.